всем привет вот мы пришли на территорию которая называется food market здесь куча кафешек все красиво все так вкусно очень все привлекательно я вижу вас не привлекают кафешки да вы все по грушам встреваете как жарят пирожки давайте посмотрим классно так вот они их и делают а сколько они стоят посмотри нужно стоит пашки а вот 35 рублей нет отдельно и ариля сыром чебурек и один смешно здесь вот хит продаж какие хрустальные хрустальные китайские груши на дальнем востоке они есть а здесь их нет и вот в одном и единственном магазине есть такие груши это перекрестка ностальгия по хабаровску соскучилась серафима по хрустальным желтым китайским грушам а мы пойдем дальше смотреть что тут продают и чем кормят здесь как-то красиво здесь прям очень даже очень даже классно не ну зачем различные фастфуды здесь всякие разные и вот мы зашли на эту площадь перед фуд маркетом перед фуд маркетом такая площадь красиво здесь стоят разные разные кухни задали город это называется город зажора если ты хочешь поесть попробовать все берешь и сюда приходишь только голодным надо приходить правильно и сытым здесь не надо быть пойдемте посмотрим что внутри здесь так прям красиво как-то прям как будто такая европа тут всякие разные разные общепиты на любой вкус проблема только одна проблема найти урну ты видишь хоть одну нет я не вижу да ты права с едой проблем нет но урн тоже нет паста здесь все про пасты хочешь пасту попробовать а вот здесь ребятки были еще открыты неделю назад какие вот здесь написано открыто здесь была пицца пирожки всякие закрылись вот и план вот название заведений вы здесь грузинская лаваштаун айпана чего-то первый этаж 2 ассортимент кафан кота мото кто придумал такую замечательную вещь тот молодец тут вот еще какие-то музыкальная детская афиша а мастер-класс проводится по-моему замечательная вот свободный красная 176 очень симпатично все тут кушают все пробуют нам надо посмотреть что тут еще здесь вот можно миди купить вот так вот тут же жарят пожалуйста в соусе всяких как они пропариваются в соусе да в трех соусах в четырех соус на смотри в четырех соусах пропариваются вот эти мидии потом уже подают а в порции сколько грамм ну классно вот так вот можно попробовать мидии что за 90 рублей нормально ну классно красиво идем грузинским каникулам здесь все про грузинскую кухню да пожалуйста классная да идея чтобы вот любую кухню можно попробовать не ну тут за один раз по моему все это нереально да мне кажется очень сильно постараться надо конечно все это да здесь месяц живешь краснодаре и в каждой пробуешь ну или хотя бы за раз можно два-три пробовать вот здесь вот китайская кухня азиатская мексиканская что нам китайская по-моему это вьетнамская ну красиво красиво сделали мексика я взял а у мексики что сильный крем с кукурузой в мексике у нас классический что что вкусная утреная еда большая буррито чимичанки хрустящие очень аппетитные на закуску такос традиционные и инчуада вставящие моцареллы и томатный соус о чистим карму я видела такую штучку это значит я должен что почистить я должен куда денежку правильно индия хорошо работает давайте посмотрим что индия что индийские так чекен карри так чекен карри индийский шеф повар сживался на шри-ланге и в мексике русский античный конечно кричит античные 50 грамм, 390 рублей. Чаша Будды. Где чашу Будды, ты увидела. Лапша с тальмаром 400 грамм, 450 рублей. Ну, в принципе, наверное, нормально. Сливочный суп, 380 грамм, 350 рублей. Короче, никуда не надо ехать. Никуда так, даже если что-то, нет возможности выехать, хочешь попробовать что-нибудь, приходишь в вот этот фудмаркет. 1010 надо с собой брать, конечно. И пошел есть по всем заведениям. Вот так вот сверху все выглядит. Какие молодцы! Кто этот замечательный человек? Кто так придумал такую идею собрать все фастфуды мира в одном месте? Вот так вот, фастфуд呢? Он хлопня в порядке. Кто тут, сейчас утро. Вот так вот. Январь. Конец. Хочется. 表шки. вот такой рай для гурманов фуд-маркет в краснодаре приходите голодными сюда обязательно надо быть голодным это главное условие посещения этого великолепного места краснодаре такой фруктовый фасуд есть посмотреть что здесь значит фрукты нарезаны вот такой фруктовый 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 ну классно вот ты наелся такой выходишь и тебя обдувает свежий воздух теплый плюс восемнадцать градусов сегодня в краснодаре тепло ты такой наетый попробовал все что можно там ну может не все конечно все что у все что у тебя позволило идеи какие у тебя есть реализовать на такой сытый выходишь и идешь вдоль вот этой аллеи под вот этими гирляндами сыты и довольны счастливый идешь дальше гулять гуляешь гуляешь потом все это улеглось у тебя в животе и ты опять заворачиваешь и заходишь в следующее заведение и так продолжается по кругу и может можно все выходные здесь проводить потом а потом я не знаю какие будут последствия вот такой вот фудмаркет после недели остановиться неделя зажора ушел в зажор пришел в фудмаркет зажрался вот такой фудмаркет замечательное место великолепное кто хочет попробовать делали раньше так не было пару лет назад немножечко все-таки было по-другому сейчас вообще просто красота красивая красивенная да тут такая улица если в парке краснодар ты погулял для красоты глазами а здесь отдыхаешь животом своими вкусовыми рецепторами вот такой репортаж фудкорта фудмаркетом из фудкорта фудмаркет получается улица красная 176 да и центр города и центр города торговый центр да рядом вот такой вот фудмаркет центре города приходите кушайте все пробуйте да напишите в комментариях что бы вы хотели попробовать вот что у вас какая идея есть а мы напишем есть ли здесь такое или нет пирожки с горохом шутка у меня фудмаркет заказан это точно на пару месяцев всем пока напишите ваши комментарии и до встречи в новых видеороликах и